Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги. Ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде. Например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Владимир Шорохов Они живы! Один Планета Дмитрий стоял у огромного, в несколько десятков метров смотрового окна и наблюдал, как где-то внизу плывут рыжие облака. За спиной послышались шаги. Невольно улыбнулся. Каком бы теле Нонны ни была, всегда ее узнавал. Как давно мы здесь? Здравствуй. Не Юли, как давно? Уже третий год. Что? Она схватила толстую книгу, что лежала на столе, и запустила в спину командира корабля. Книга чуть не долетела и шлепнулась на пол. Ты, как всегда, любезна. Почему не разбудил? Я же просила, как только будем приближаться, сразу буди меня и всю мою команду! Молодая девушка подошла, посмотрела на книгу, что явно была изготовлена на земле, подняла и бережно прижала ее к груди. Что известно? Спросила она у командира. Космический корабль класса ГМЗ-1,5-0-1, что означало Г-город, МЗ-межзвездный, полтора, рассчитан на полтора миллиона колонистов, 0-1, порядковый номер. Это был первый корабль, который люди отправили к другим звездам, но все его называли Вечный. И это, наверное, самое правильное название, поскольку он и был Вечным. Это не тот маленький научный корабль, который раньше летали в Солнечной системе. Вечный был длиной в несколько десятков километров. Монстр среди монстров. У него было все, что необходимо для жизни у другой звезды. Ты мне не сказал, что известно о планете. Она, кстати, красивая, вот только ржавая. Это временно, сезонно. Треть планеты пустыня, а треть... Нонна подошла к мониторам и быстро стала пролистывать отчеты от автоматических станций, что уже давно находились на планете. Это серьезно? Да, сказал Дмитрий, наконец оторвавшись от созерцания пыльных облаков, подошел к девушке. Ты меня не разбудил? Нет. Почему? Это же... Ничего не значит. Мы летели для того, чтобы найти себе дом, а эта планета непригодна. Ну и что? Это же... Девушка прижала ладошки к губам, словно боялась, что сейчас завизжет от счастья. Это жизнь? Да, и планета очень активна. Ты сама все увидишь. Механики уже полгода готовят для вас станцию на планете. Через месяц все будет готово. У меня желание тебя расцеловать и в то же время прибить прямо на месте. Знаю. Совет вообще не хотел возбудить. Как? Мы ищем дом для нас, а не для исследований. Они хотели, чтобы мы летели дальше. Так как они могли? Что понимают? Сколько уже обследовали звезд? Девять. Сказал Дмитрий. И вот мы ее видим. Это... это... Наберись терпения. Через неделю совет хочет выслушать твое мнение и принять окончательное решение, что нам делать. Земля. Люди потеряли ее, отступив под натиском перла. После того, как человек смог сохранить свой вид благодаря инкубаторам, что выращивали людей, и зерно, что переносило сознание из умирающего тела в новое, человек стал жить вечно. Да, менялось тело, его выращивали, как морковка на грядке, но зерно оставалось неизменным. Зерно, самое ценное, что было у каждого человека, это его память о прошлых жизнях, его эмоции, знания. Человек потерял планету из-за своего же вида, который мутировал. Перла мало чем отличался от людей, такие же красивые и жизнерадостные, но их ДНК отличалась на 0,2% от человека. Эта малость все изменила. Перлы жили в раях и очень быстро размножались, захватывая все новые и новые территории людей. Война. Человек в ней проиграл. Он ушел в космос. И теперь его дом тут. Но память не обмануть. Человек помнил синее небо и бескрайние океаны. Благодаря зерну память умирающего человека не пропадала. Она переносилась в новое тело. Это позволило совершить скачок в науке. Теперь человек строил планы не на год или десятилетия, даже не на сотни лет, а на тысячелетия вперед. В космосе есть все, что нужно ему. Научились строить городостанции. Обуздали гравитацию. Научились использовать чистую энергию из всего, что их окружало. Их станции были огромные и независимые от Земли. Люди могли летать по солнечной системе вечно, но они мечтали о доме. На Землю вернуться человек не мог. Там правили перла. И вот тогда появилась идея. «Как давно мы покинули Землю?» Спросил юноша у уже седой женщины. Полина. Ее зерно уже пятнадцать раз меняло тело. Она привыкла к этому и даже радовалась обновке. «К чему ты клонишь, мой друг?» Юноша на вид, но сознание уже тысячелетнего старика. Он подсел к женщине и, взяв ее сморщенные руки, поцеловал. «Мы все изучили, что только можно. Помнишь, когда мы покидали планету, сказала, что полетим дальше. Может, уже пора?» Полина помнила этот момент. Тогда человек проиграл войну. И она на последнем челноке бежала со своим братом. «Да, помню, мой милый, ты прав».